Продолжение следует... Как решать задачи с применением данного свойства? Рассмотрим пример. Делится ли произведение чисел 369 и 555 на 37? Число 555 делится на 37, так как 37 умноженное на 15 равно 555, то есть число 369 умноженное на 555 делится на 37. Если в произведении натуральных чисел один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится на это число. Рассмотрим пример. Определим делимость произведения чисел 24, 19 и 7 на число 8. Для этого мы с вами число 24 представим в виде произведения двух чисел 8 и 3. Применяя переместительное и распределительное свойства умножения, мы запишем данное произведение в таком виде 8 умножим на произведение чисел 3, 19 и 7. Число 24 делится на 8. При этом произведение чисел 24, 19 и 7 тоже делится на 8. Попробуйте сформулировать свойства делимости произведения. Проверьте, ребята, такая ли формулировка свойства у вас получилась? Если хотя бы один из множителей делится на данное число, то и произведение делится на это число. С помощью букв это свойство мы можем записать вот таким образом. Рассмотрим пример. Используя свойства делимости произведения, найдите значение частного. Согласно свойству делимости произведения, получим из двух множителей 48 и 13, 48 делится на 12. То есть, если один из множителей делится на число, значит и все произведение делится на число. В нашем случае 48 делим на 12, будет 4. 4 умноженное на 13 будет 52. В следующем примере определим, делится ли произведение на 11. Множитель 99 мы можем разделить на 11. Значит, произведение будет делиться на 11. В результате мы получим 126. Рассмотрим решение задачи. В столовую привезли 7 наборов ложек по 12 ложек в каждом. Можно ли все ложки разложить на столах по 4? Если это возможно, то найдите количество таких столов. По условию всего ложек привезли 12 умноженное на 7. Чтобы найти, на скольки столах разложены все ложки, мы применим свойства делимости произведения. 12 умножить на 7 мы разделим на 4. При этом определим, делится ли произведение на 4. 12 мы можем представить в виде произведения двух множителей 4 и 3. Отсюда делаем вывод, что произведение чисел 12 и 7 делится на 4. После вычислений мы получим число 21. Ответ данной задачи – 21 стол. То есть количество столов, на которые мы можем разделить, разложить одинаковое количество ложек, равно 21. Рассмотрим еще один пример. Нужно найти значение частного. В первом примере мы 15 разделим на 3, получим 5а. При этом, обратите внимание, мы делим коэффициенты, а а множитель переписываем. Второй пример. 54а,b мы разделим на 9. Здесь мы применяем, опять же, свойства делимости произведения. 54 делим на 9, получим 6. А буквенную часть а и b мы переписываем. Рассмотрим еще одну задачу. В одном букете 35 цветков. Во втором – 21 цветок. Можно ли эти цветы разложить по рону вазы по 7? Если это возможно, то сколько вас потребуется? Узнаем, можно ли эти цветы разложить по ровну вазы по 7 цветков в каждом букете и вычислим, сколько вас потребуется. Первый букет. 35 делим на 7, мы получим 5. То есть 5 ваз. Во втором букете мы 21 делим на 7, получаем 3 вазы. Найдем, сколько всего ваз нам потребуется. 5 плюс 3 равно 8. Ответ задачи. Эти цветы можно разложить по 7 штук в каждую вазу. Потребуется всего 8 ваз. Рассмотрим решение еще одной задачи. К празднику организация приобрела 3 упаковки роз по 125 штук в каждой упаковке. Можно ли сделать 25 одинаковых букетов, используя эти цветы? По свойству делимости произведения, если хотя бы один из множителей делится на данное число, то и произведение делится на это число. Составим числовое выражение для решения данной задачи. 125 умножим на 3 и делим на 25. Определяем делимость произведения. Из двух множителей, первый множитель 125 делится на 25. Значит, и все произведение будет делиться на 25. Так как 125 делится на 25, то мы можем сделать вывод, что можно получить 25 одинаковых букетов. Рассмотрим еще один пример. В книжный магазин привезли 53 упаковки книг по 18 штук в каждой. Можно ли эти книги распределить поровну между тремя продавцами? Для решения этой задачи мы составим выражение 53 умножим на 18. То есть, таким образом мы узнаем, сколько всего книг привезли в магазин. Далее определим делимость произведения. Из двух множителей 53 и 18, 18 делится на 3. То есть, все произведение мы можем разделить на 3. В результате мы получим 318 книг. То есть, книги можно разделить между тремя продавцами. При этом у каждого продавца будет 318 книг. Рассмотрим еще один пример. Произведение чисел 30 и 45 нужно уменьшить в три раза. Нужно найти значение частного. И произведение 37 и 22 нужно уменьшить в 11 раз. И тоже найти значение частного. Итак, 30 умножаем на 45 и делим на 3. Используя свойства делимости, мы один из множителей делим на 3. В данном случае мы разделили 30 на 3. Получили 10. 10 умноженное на 45 будет 450. Во втором случае, первый множитель 37 на 11 не делится. Поэтому мы на 11 делим второй множитель. 22 деленное на 11 будет 2. И произведение чисел 37 и 2 равно 74. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы научились применять свойства делимости произведения на число. И узнали, как решать задачу с помощью свойств делимости. На этом наш урок окончен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok